шаббат шалом я не просто так не отстану от вас шаббат шалом вот вот это уже шаббат шалом хорошо давайте мы встанем перед господом и поблагодарим его за тору который нам дал благословен ты господь бог царь вселенной сотворивший нас собравший нас из всех народов и даровавший нам свою тору мы благодарим тебя господи за слово твое которое ты дал нам мы благодарим тебя за ешуа который слово воплотился на земле мы благодарим за именно за твою благодать решаем еще амен нет я помню и на иврите, но я решил сегодня не на иврите. Недельный раздел называется Ахареймот. Это 29-й раздел Торы и 6-й раздел книги Левит. Имя свое получил по первому значимому слову текста Вайдабер Ашем Эль Моше Ахареймот Шнейбны Ахарон. И говорил Бог Моше после смерти двух сыновей Аарона. И содержит стихи с 16.1 по 18.30. Итак, о чем же говорится в этой недельной главе? В этой недельной главе говорится о служении в Йом-Кипур, о служении судного дня. Как должно было происходить? Вы помните, что убирали двух козлов, козла отпущения и искупительного, который искупал грехи Израиля. Потом говорилось о законе о пище и конкретно о мясе, и законы убоя скота, и запрещенные связи интимные, которые просто для Бога являются мерзостью. И знаете, это опять же повторюсь, что каждую тему можно развивать бесконечно. Каждую тему можно просто брать и наслаждаться ее. Потому что все наслаждение, ну знаете, вот как написано, что Тора, Писание, оно благоухает, это благоухание приятное. И каждый раз, когда мы изучаем Писание, Бог что-то дает в нашу жизнь, что-то показывает нам. Но, как всегда, если вы готовите, вы должны увидеть то, что дает именно вам Бог. И вы можете открыть это другим людям для того, чтобы другие люди тоже что-то увидели в этом. Итак, вопрос. Вы знаете, я задумался о чем? Я задумался о том, почему Йом-Кипур упоминается, это первое упоминание о Йом-Кипуре, и это упоминается после смерти двух сыновей Аарона. Вы помните, на Дав и Авиут мы когда-то упоминали о том, что это были действительно сыновья Аарона, которые видели, пережили, скажем, исход, они видели чудеса Божьи, они видели даже момент, поднимались на гору, видели Бога, ели и пили, и Бог оставил их живых. Но наступил момент, они совершили поступок и сгорели. И после этого Бог говорит законы Йом-Кипура, праздник, который искупает грехи Израиля. Я размышлял и читал комментарии. Полезно иногда читать комментарии, потому что ты начинаешь понимать, как другие люди видят этот вопрос. И один из комментариев мне просто поставил ступор, я его зачитаю. Это комментарий Рувена Пятигорского. Из этой истории, то есть истории Надава и Авиуда и Йом-Кипура, мы учим совершенно неожиданную вещь. Написано в Иерусалимском Талмуде, начало трактата Йома 1.1. Почему упоминает Тора их смерть в главе, посвященной Йом-Кипуру? Чтобы сказать, что как Йом-Кипур искупает грехи Израиля, так и смерть праведников искупает Израиль. То есть Надав и Авиуд, они прямые потомки Аарона, наследники первосвященства, то есть сгорели. Я не знаю, почему это произошло, а кто-то говорит, они были пьяны, кто-то говорит, что они делали... То есть у каждого из нас может быть свое мнение в этом плане. Просто они решили войти перед лесом Бога, как они хотели, и они просто перестали существовать. И иудаизм говорит, что они были праведниками. Я не знаю, я не могу сказать, что они были праведниками. Но самое интересное, что исходя из этой ситуации, вот этот раввин, он делает очень уникальный вывод. Он говорит, что смерть праведников искупает грехи народа Израиля. И еще один комментарий. Это комментарий на Тору Шмини 10, ее написал Ашлих, это один из крупнейших комментаторов Торы, ученик Йосифа Каро, 16 век. Истинно, что смерть праведника искупает, но только через сожаление народа о смерти праведника. Поэтому, как жертвенный бык или жертва из скота искупает, только через возложение на нее рук, исповедь и размышление о том, что все происходит с жертвенным животным, должно было произойти с его хозяином, если бы не попустил ему Всевышний. Благодаря подобным размышлениям вменяется ему, словно сам себя принес в жертву. Подобно тому смерть праведника, которая как жертва искупления через смирение народа и понимание каждого, что он сам должен был умереть, искупает через покаяние перед Господом. Тогда праведник становится желанной жертвой на жертвенники Всевышнего во искупление народа Израиля. То есть смерть праведника не искупает сама по себе. Но для того, чтобы получить искупление через его смерть, надо осознать, что ты сам должен был умереть вместо него, раскается в том, что шел неверным путем, и только через подобное смирение будешь искуплен. Послушайте, ну, не араба говорит, давай быстрее, и хорошо. А, то есть, эх, эх. Послушайте, знаете, мне интересно просто стало. Они говорят такие вещи, о которых говорим мы, это Новый Завет. Посмотрите, в Новом Завете написано как. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, то, Ешуа. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи народа понесет на себе. Это книга, то есть, это Исайя. А в Коринфинах написано, извините, я поспешил. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало... То есть, посмотрите, раввины, учителя Израиля, они видят этого праведника. Да? Этого праведника видим мы, те, кто знают Ешуа. Мы читаем Писание, и мы видим этого праведника, который умер за нас. Да? И у меня возникает вопрос, ну неужели раввины не видели это? И Писание говорит, что знаменитое место, что у них стоит покрывало перед глазами. Да? И вот, как бы, такой подход к этому, какие-то комментарии, места Писания. Я хочу, чтобы мы просто поняли, Бог открывает нам что-то для того, чтобы использовать это практически. Это не просто так, чтобы мы перед друг другом стояли здесь и говорили, вот какой я умный, посмотрите. Я читал этого, я читал того, а вы знаете, а если вот этот сказал вот так, а вот так, вот такой я умный. Послушайте, Писание дает нам, ну Писание открывается для того, чтобы что-то делать. Я сторонник того, что Писание это орудие, это то, что инструмент для того, чтобы созидать волю Божью в нашей жизни. Вы понимаете? Один из рабинов опять же сказал, не надо делать из Торы корону и не надо делать из Торы мотыгу. То есть Тора не должна делать тебя царем, потому что царь у нас один. И Тора не надо зарабатывать, потому что царь дает тебе пропитание. То есть все опять основывается на вере. И я вот думал, что же, для чего же Бог, ну как-то не логически, смерть этих сыновей говорит о том, что есть праведник, который умрет и благодаря его смерти будет искупление народа. Ну к чему это все? Ну как-то не связано, не логически. Ну то есть как бы можно было логически. Они умерли из-за этого, то что они умерли. А там об этом вообще не говорится. Там написано, они пришли перед лицом Бога и умерли. А потом Равин говорит, вот на основании этого места я могу сделать вывод. Смерть праведников несет искупление народу Израиля. А потом уже дальше Исаия говорит о праведнике. И мы читаем всех пророков. И они говорят, будет праведник, который умрет за Израиль, который умрет за весь мир. И грех, который был на всех, он просто будет этой смертью аннулирован. То есть будет прощение. И вдруг я понял, знаете, Бог ничего не делает, не сказав рабам своим пророкам. Мы хотим быть пророками, мы хотим быть теми людьми, кто что-то знает. Так мы уже все знаем. Бог открывает нам, показал нам праведника. Мы можем видеть Писание через Писание Ешуа. Мы видим в Старом Завете, мы можем видеть Новый Завет и в Новом Завете Старый. Мы можем видеть вот эту целостность картины для того, чтобы мы делились другими людьми. Вот для чего. Это не для того, чтобы я ходил, или вы ходили, или мы ходили и говорили, какие мы все умные. Это для того, чтобы, имея вот эти знания, мы шли к тем, кто нуждается в этих знаниях. Понимаете? Я вдруг понял вот этот момент очень простой. Он говорит, что, ибо не хочу, апостол Павел говорит, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайной сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени. Пока войдет, и там у нас написано полнота народа, полное число язычников. Но в греческом оригинале там нету слова полного народа, то есть нету этого мистического числа. Вот войдет 2 миллиона язычников, и Израиль спасется. Неправда. Там написано полнота. Вот это полнота, которая есть Ешо. Ешо полнота, наполняющая все. Вот это совокупность всех знаний, вот это раскрытие вот этих знаний. Придет полнота в народы. И написано у нас и так. Но там же идет и, а потом так. Там не написано и так. Вот именно таким образом. И так весь Израиль спасется. Почему? Потому что те люди, которые получат вот это откровение полноты об Израиле, о Слове Божьем, о том, что говорит Бог вообще о последнем времени, они начнут делать то, что говорит Бог. Это уже не будет то время, когда пророки сидели, помните, во времена Иезавелия, 40 пророков сидели, ну, они были спрятаны. Но что делали пророки в пещере? Они, наверное, друг другу только и пророчествовали. А здесь он говорит, идите во все народы. И он говорит, делайте себе учеников. И он говорит, что научая их тому, чему я вас учил. И погружайте их, у нас крестя их во имя Отца и Сына, но можно сказать, погружая их в реальность Бога. В реальность Бога Отца, в реальность Бога Сына, в реальность Духа Святого. Реальность Отца – это любовь. Любовь Отца, который не пожалел Сына. Реальность Сына – это жертвенность, который умер за нас. А реальность Духа Святого – это откровение, которое ведет нас вперед, которое не дает нам сидеть, успокаиваться на одном месте. Послушайте, вот это место Писания просто. Умерли сыновья. Да, они сделали что-то не так. Но через это можно что-то увидеть. Это что-то может мотивировать нас. Это что-то может вести нас. Поэтому, знаете, изучая Писание, надо спрашивать у Бога, Боже, что Ты хочешь сказать мне для действия? Что я могу сделать для этого действия? Как это все будет происходить? Смотрите, момент того, что я говорил, что придет полнота. Неужели мы не имеем эту полноту? Неужели мы не знаем, что Ешоа – он Мессия Израиля? Мы иногда забываем об этом. Мы живем суетой. И мы как-то так, ну, Ешоа – Мессия, но он Мессия. Он сделал то, для чего Бог прислал его сюда. Он сам пришел. Он умер. Он воскрес. Песох, Пасха. Благодаря Ему мы искуплены. Благодаря Ему аннулированы приговоры сатаны. Благодаря Ему мы можем войти в будущее наследие. Понимаете? Вот что я увидел. Праведник. Праведник, который умер, чтобы все мы имели жизнь. Праведник, который воскрес, чтобы мы могли войти в будущее. Понимаете? И еще одна короткая такая история именно в плане вот этого, именно в плане того, что я говорю. Иногда мы замахиваемся на очень много. Мы хотим, а давайте мы возьмем вот этот город, вот эту страну. Боже, дай мне этот континент. Это хорошо. Это прекрасно. Но иногда, знаете, надо повернуть голову и посмотреть, кто находится рядом. И не знаю, как у вас, но я молюсь так. Я говорю, Боже, дай мне одного человека в год. Мне не нужно тысяча. Если ты дашь тысячу спасибо, но дай мне одного. Зачем мне одного? Чтобы я смог ему донести твое слово. Вот так же самое. Мы прочитали, я ему показал. Смерть праведника. А на самом деле это Ишуа. Чтобы человек действительно пришел к Господу. Знаете, как написано? Обратился. Обратился от злых своих дел. Обратился от смерти в жизнь. Дай мне слова. Дай мне мудрости. Дай мне, Боже, правильно ему донести твое Евангелие. Дай мне вот просто вот дерзновение одному человеку. Дай мне привести его в общину. Чтобы он стал здесь учеником. Дай мне довести его до того момента, когда он скажет, Боже, я верю в Тебя и я хочу принять погружение. Я просто понимаю, что для меня это важно. И вот на этом этапе вести его в служение, чтобы он не потерялся. Чтобы он не пока... Вот пришел нормально, хорошо, прославление было, все классно, а потом взял и ушел обратно в мир. И что дальше? А дальше просто, чтобы он остался и начал служить здесь. И дай мне следующего. Вот это молитва, понимаете? Если каждый из нас в этом зале будет просить, и Бог даст ему одного человека в год, а потом будет геометрическая прогрессия, я думаю, что нам действительно будет мало места. Поэтому... Ахараймот после смерти сыновей Аарона. Сыновья Аарона умерли, но мы продолжаем жить. И праведник умер, и он воскрес. И поэтому в эти пасхальные дни, я думаю, что Бог дает нам всем, каждому задуматься об этом, не забывать это, что каждый из нас призванный по его благоволению, мы призваны в чудный его свет. Мы должны быть его светом. Мы должны быть солью для жизни. Мы должны нести Евангелие. И когда мне говорят, мы ничего не должны, это неправда. Послушайте, мы должны. Потому что мы были искуплены дорогой ценой. Потому что он заплатил за нас. Потому что мы теперь должники Богу, но не человеком. Понимаете? И поэтому я прошу Господа, чтобы он дал нам вот это смирение принять его волю. И делать то, для чего он создал здесь общину. Чтобы люди погибающие, они присоединялись к Богу. И чтобы мы, чтобы Израиль, видя наше написанное житие, нашу жизнь, он был просто вовлечен в Божье движение. И на этом я хочу сказать Аминь. И да благословит вас всех Господь. Хорошо. Еще одна честь. Спасибо. В среду, вы помните, на молитве было откровение такое, что мы иногда подходим к таким моментам, когда перед нами стоит море. Красное море впереди, море позади, фараон. И мы стоим и не знаем, что делать. И вот иногда наши обстоятельства жизни, наши нужды, это вот это Красное море, перед которым мы стоим. Мы выходим из Египта. И вот, кажется, осталось мгновение, чтобы войти в землю обетованную, но вот мы останавливаемся. И Бог говорит, чего вы вопияете ко мне? Просто идите. И Моисей сделал так. И я просто благодарю Бога за каждого Моисея, который положил сюда записочку, потому что это ваш шаг в этом море. И Бог раскроет эти, я верю, что Бог, Он раздвинет вот эти волны. Господь, мы благодарим Тебя за каждого человека, за каждого драгоценного Божия, которого Ты избрал, которого Ты искупил, которого Ты, Господь, просто прославил в себе. Мы благодарим, что Ты сказал, что все наши нужды, которые Ты имеешь, которые отдай мне, и я их исполню. Боже, мы благодарим Тебя за каждую Божью нужду, за то, что Ты ответишь так, как Ты хочешь ответить. Только я прошу о том, дай нам, пожалуйста, смирение принять Твою волю. Дай нам смирение принять то, что Ты нам дашь, и быть благодарными Тебе за это. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог отвечающий. И мы благословляем каждого человека, благословляем каждого брата, каждую сестру, каждую нужду. Мы просим, Господи, исцеления для тех, кто нуждается в исцелении. Мы просим, Боже, дай финансы для тех, кто сейчас в таком тяжелом финансовом положении. Боже, да будут, Боже, примирение между теми, кто в ссоре. Боже, примири, Господь, просто тех, кто сейчас не имеет отношения, порвал. Мы со своими родными и близкими, с братьями и сестрами. И мы просим Тебя, Господь, просто ответь на молитвы, если люди нуждаются, кто они такие в Тебе, и что они должны делать. Это особенно. Чтобы плоды Твои, они были принесены во имя Ишуа Мессии. Амин.